Всем привет! Привезли лодочный мотор Yamaha 9.9 4 такта для проверки, обслуживания и самое главное раздушки до 15 лошадиных сил. Точно так же как и двухтактный 9.9, четырехтактный мотор тоже задушен в мощности и его можно раздушить. Наш четырехтактный мотор это модель Yamaha F99C, который в одном объеме с Yamaha F15A. Пожалуйста не путайте раздушку двухтактного и четырехтактного мотора. На двухтактном не всегда нужно менять карбюратор, это зависит от года и модели. На последней модели двухтактной Yamaha 9.9 F и 9.9 G карбюратор менять не нужно. Владелец приобрел новый карбюратор в сборе, но не оригинальный, а от китайского мотора Хайди 15 4 такта. Этот мотор скопирован с Yamaha F15A. Ссылку на карбюратор оставим в описании к этому видео. Можно также поискать карбюраторы от других китайских моторов или оригинальные японские. Для тех, кто хочет переделать свой карбюратор из 9.9 в 15, далее будет информация об отличиях в карбюраторах. Кому не интересно, перематывайте. Диаметры дроссельных заслонок у карбюраторов одинаковые. Диаметр диффузора у 9.9 12, видим цифру, а на 15 диаметр 19 мм. Цифр нет, потому что карбюратор китайский, диаметр мы измерили, но на оригинальном ямаховском карбюраторе будут цифры. И обратите внимание, какой маленький диффузор сделали в карбюраторе для 9.9, чтобы задушить его в мощности. Диаметр отверстия воздушной заслонки у 15 9,6 мм. Эти отверстия отличаются. Отличаются топливные жиклеры. Если сравнить оба карбюратора, мы видим, что на 9.9 есть главный топливный жиклер и заглушка, которая откручивается отверткой, под которой находится жиклер холостого хода. На 15 то же самое, только наоборот. Здесь на месте заглушки находится главный топливный жиклер, а на месте этого главного топливного жиклера у 9.9 находится заглушка. Можно попробовать, к примеру, запаять жиклер и просверлить заглушку. Один раз пробовали сделать так на своем четырехтактном тахацу, чтобы увеличить мощность из 8 до 9.8 лошадиных сил. Но вы, разумеется, делаете все на свой страх и риск. Диаметр главных топливных жиклеров у пятнашки это 1.04 мм по каталогу запчастей, но на этом китайском написано 109, хотя диаметр этого отверстия точно является 104 сотки. Это проверено. Отличается длина и диаметр эмульсионных трубок. Внутренний диаметр на пятнашке 2.5 мм. Длина эмульсионной трубки 31.94 мм. Кроме этого, на 9.9 сбоку другой диаметр отверстий. У пятнашки их меньше по количеству и диаметру. Есть отличие в отверстии, которое проходит от жиклера холостого хода к главному топливному жиклеру. И у пятнашки оно больше. Его диаметр составляет 1.7 мм на пятнашке и отличается от 9.9 на 6 десяток. Это отверстие находится под заклепанной технологической заглушкой. Чтобы его рассверлить, нужно временно убрать эту заглушку, а затем снова ее заклепать. А может будет и без этого хватать топлива на больших оборотах, не рассверливая, но это нужно проверять. Можно приобрести ремкомплект карбюратора, где будут в комплекте жиклеры, их вкрутить в карбюратор, затем расточить диффузор и переделать карбюратор в пятнадцатисильный. Лучше, конечно, менять карбюратор в сборе. А теперь переходим к тому, какие четырехтактные моторы нельзя раздушить из 9.9 в 15. И такие тоже бывают. Yamaha F9.9B. Старая модель с квадратным колпаком и нижним расположением ручного стартера. Мотор выпускался как 8.9.9. Yamaha F9.9F, она же F9.9J. Этот мотор продается в одной базе, 8 и 9.9. До 15 сил они не раздушиваются. Причем даже 8 сил нельзя раздушить до 9.9, потому что они отличаются по объему. А все остальное, кроме двигателя, у них общее. Была еще модель, задушенная до 6 лошадиных сил. В том числе нельзя увеличить мощность китайского лодочного мотора, потому что китайцы свои моторы не задушивают. Может продаваться либо китайский 9.9, который скопирован с нераздушиваемой Yamaha 9.9, либо делают просто наклейку 9.9, но по факту мощность мотора уже 15 сил или 20 сил, в зависимости от модели и конструктивных особенностей. До 20 сил можно раздушить только одну модель, Yamaha F15C. Увеличивается мощность до Yamaha F20B. Моторы имеют один объем цилиндров и отличаются карбюратором и коммутатором. Но, как показывает опыт, иногда меняют только один карбюратор без замены коммутатора. И даже этого достаточно для хорошего результата. Лучше всего приобретать сразу раздушенные лодочные моторы, если есть такая возможность. Потому что 4 такта раздушивать гораздо дороже, чем 2 такта. И то не все они раздушиваются. Вместе со мной этот материал готовил Евгений из Петрозаводска, официальный дилер Yamaha. Он выложил свою версию раньше нас. Предлагаю перейти на его канал и посмотреть его видео по нашей теме. Если у вас остались вопросы или какие-то уточнения, пишите комментарии и делитесь опытом. Делали ли вы раздушку своего 4 тактного мотора? И не обязательно это должна быть только Yamaha. Рады быть для вас полезными. Всем пока! Рады быть для вас полезными. Рады быть для вас полезными. Рады быть для вас полезными. атово 봐у. Субтитры сделал DimaTorzok